добрый день это наличное мнение программа про экономику в которой деньги говорят а мы их внимательно слушаем и сегодня обсудим проблемы в расчетах россии за импорт новые идеи по использованию замороженных российских резервов экономический форум в давосе и многое другое начинаем похоже у россии трудности в торговле с китаем и турции во вторник агентство bloomberg со ссылкой на свои источники сообщила что уже как минимум два китайских государственных банка ужесточили правила работы с клиентами которые связаны с россией в первую очередь китайские банки проверяют свой российский бизнес на предмет соблюдения западных санкций по данным источников bloomberg банкиры намерены разорвать отношения с теми клиентами которые попали в санкционные списки а также со всеми компаниями сотрудничающими с российским военно-промышленным сектором причем анализу будут подвергнуты и те сделки которые были проведены в юанях или в рублях а значит не видны властям третьих стран кроме того китайские банки планируют тщательно проверять своих клиентов из всех стран не только из китая или россии на предмет сотрудничества с российскими подсанкционными компаниями агентство bloomberg объясняет эти действия банкиров из кнр опасениями попасть под вторичные санкции сша что приведет к отлучению от долларовых расчетов и аресту всех долларовых активов и на этой же неделе стало известно о том что операции с российскими клиентами существенно сократили и банки турции об этом во вторник 16 января написала турецкое издание экономим со ссылкой на источники среди местных компаний которые в последней неделе столкнулись с трудностями с получением платежей за свои товары и услуги от российских заказчиков проблема начала принимать серьезный характер еще в декабре причем сложности возникли с платежами даже в турецких лирах и российских рублях многие банки в турции начали отклонять входящие переводы из россии либо отправлять обратно уже принято из россии средства со ссылкой на необходимость соблюдения санкционного режима по данным газета ситуация многократно ухудшилась с 1 января что сильно вредит позициям на российском рынке турецких экспортеров химической продукции машин и оборудование текстиль и электроники а также овощей и фруктов трудности в расчетах российских компаний с турецкими партнерами уже на следующий день в среду подтвердила и российская газета коммерсант источники коммерсанта среди российских банкиров и участников внешнеэкономической деятельности отметили что проблемы с платежами были раньше но с конца декабря прошлого года они действительно стали носить массовый характер что касается сложности в расчетах с китаем то пока по данным источников коммерсант они носят точечный характер собеседники российских государственных информагентств тасс и реа новости в банковской сфере турции связывают текущий паралич в расчетах с россией с подписанным в конце декабря президентом сша джо байденом указом который наделил минфин соединенных штатов правом вводить санкции против иностранных банков за помощь в проведении сделок для подсанкционных лиц из россии именно после этого ограничения начали вводить почти все турецкие банки впрочем санкционные сложности в торговле с турцией вызванные давлением со стороны сша у россии уже возникали но впоследствии успешно преодолевались например в марте прошлого года турция серьезно ограничивала транзит санкционных товаров россию однако потом он с некоторыми оговорками был восстановлен чего-то похожего собеседники как турецкой газеты экономим так и российских изданий ожидают и в этот раз слишком уж выгодно как россии так и турции сохранения двусторонней торговли однако если давление со стороны сша будет нарастать доступность импорта все равно будет сокращаться а значит цены на него внутри россии будут расти конгресс сша вновь не смог согласовать федеральный бюджет на текущий финансовый год который формально начался в стране 1 октября 2023 года на момент записи этой программы все идет к продлению двухпартийного соглашения о временном финансировании расхода федерального правительства еще на несколько недель на этот раз до начала марта это значит что новых средств для финансовой и военной помощи украине у американской администрации не будет как минимум до начала весны ситуацию для киева осложняет и неясность с решением о выделении новых траншей финансовой и военной помощи со стороны евросоюза из-за противодействия венгрии на фоне этих политических баталий в западной прессе продолжают появляться все новые интересные предложения по использованию российских замороженных резервов для финансирования украины западными странами колумнист агентства рейтер финансовый журналист хьюго диксон на этой неделе предложил схему с выпуском украиной облигаций обеспечением по которым станут замороженные на западе российские госактивы на общую сумму в 300 миллиардов долларов по версии автора этот механизм поможет западным правительством избежать проблем связанных с передачи киеву замороженных российских резервов фактически это не будет конфискации проводить которую в открытую на западе опасаются из-за возможного подрыва доверия иностранных инвесторов к своим финансовым рынком в общих чертах механизм с репарационными облигациями мог бы выглядеть так украины выпускает долговые бумаги которые выкупают правительство западных стран начисляемые на заблокированные российские активы проценты могут быть использованы для выплаты как основной суммы так и купонов по облигациям и никаких текущих платежей по этим бумагам киев делать не будет полное погашение облигации возможно только после окончания войны и определения размеров ущерба через судебную процедуру но в любом случае источником всех выплат по этим облигациям будут именно замороженные резервы отмечает автор статьи еще один довод автора в пользу этой схемы ее скорость ирак после вторжения в кувейт в 1990 году платил компенсации более 30 лет а украине деньги нужны уже сейчас продав репарационные облигации киев сразу получит необходимые ему средства а к западным правительствам перейдет право изымать замороженные средства в качестве погашения этих облигаций это даст покупателям облигации большое влияние на форму любого будущего мирного соглашения между россией и украиной более того колумнист агентства рейтер пишет что такая схема гипотетически даже делает возможным возвращение москве замороженных резервов если покупатели этих облигаций в лице западных стран сочтут что более широкие выгоды от мира затмевают потери из-за отказа требовать от россии уже полученные украиной сотни миллиардов долларов западные политики журналисты уже давно обсуждают разные механизмы использования российских замороженных активов для помощи украине взвешивая все плюсы и минусы трудно сомневаться что количество предложений наверняка перейдет в качество вот только сколько на это потребуется времени вопрос открытый коротко о других интересных новостях недели на российском рынке автомобильного бензина вторая за 6 месяцев кризисная ситуация из-за аварии на нижегородском нефтеперерабатывающим заводе компании лукойл одном из крупнейших в стране объем выпуска высокооктанового бензина в россии в ближайшие недели будет сохраняться на пониженном уровне за 11 месяцев прошлого года только один этот завод произвел более десяти процентов всего бензина в россии по данным газеты коммерсант лукойл стал жертвой западных технологических санкций из строя вышло иностранное оборудование починить которое с использованием оригинальных запчастей невозможно они теперь в россию не поставляются компания рассчитывает завершить ремонт собственными силами концу зимы серьезной ситуации косвенно подтверждает реакции на аварию правительства россии в минэнерго уже заявили о координации производственных планов с другими нефтяными компаниями а также возможном ограничении экспорта бензина вплоть до нуля для предотвращения его дефицита на внутреннем рынке на военных заказах быстро растет не только экономика россии на этой неделе в польском издании речь посполитая вышел обширный материал с описанием инвестиционного и производственного бума который переживает местная оборонная промышленность в польше стремительно растет производство стрелкового оружия и бронетехники строятся новые промышленные мощности она старых активно обновляют оборудование после долгих лет застоя идет развитие даже военного кораблестроения в этом январе ожидается закладка одного из двух новых многоцелевых фрегатов для в мс польши и без того крупнейший в европе производитель тротила компания найтр кем из города быт-гощ вовсе работает на пределе возможности в три смены 24 часа в сутки похоже ситуация сейчас и в оборонной промышленности других западных стран за последние два года правительство завалили эту отрасль работой по оценкам financial times портфель заказов 15 крупнейших в мире производителей оружия близок к рекордному уровню и продолжает расти разрыв в доходах между богатыми и бедными ускоряется с 2020 года состояние пяти богатейших людей планеты выросла более чем в два раза в то время как совокупное богатство почти пяти миллиардов человек сократилось об этом в очередном ежегодном докладе приуроченном к началу всемирного экономического форума пишет международная организация oxfam занимающиеся решением проблемы бедности и неравенства авторы доклада приводят такой гипотетический пример если бы топ-5 миллиардеров мира а именно илон маск бернар арно джефф безос ларри эллисон и билл гейтс ежедневно тратили бы по миллиону долларов то им бы потребовалось 476 лет чтобы истратить все свое совокупное состояние но если учесть что в процессе на еще не потраченные деньги набегает доход то им понадобилось бы ежедневно тратить еще больше по расчетам oxfam на один процент самых богатых жителей планеты приходится 43 процентов всех финансовых активов мира она страны глобального севера которым и относят в первую очередь северную америку европу австралию японию и южную корею приходится 70 процентов мирового богатства и только 20 процентов населения планеты в качестве мер борьбы с неравенством oxfam среди прочего предлагает резкое увеличение налогов на крупный бизнес и владельцев крупных состояний на этой неделе в швейцарском давосе проходил уже 54 по счету всемирно экономический форум мероприятие настолько масштабное что слово экономически в его названии звучит уже как явное преуменьшение в этом году все дискуссии были разделены на четыре основных направления безопасность и сотрудничество климат и энергетика искусственный интеллект и наконец обеспечение устойчиво экономического роста как обычно основное общественное внимание приковывали чисто политические мероприятия в том числе визит президента украины владимира зеленского смещение фокуса участников форума на множество тем за пределами чисто экономической повестки иллюстрирует и традиционный обзор главных глобальных рисков который организаторы форума публикуют перед началом его работы например из десяти главных угроз на два года вперед только две относятся к категории экономика инфляция и экономический спад и занимают они далеко не первые места а в списке основных рисков на десятилетнем горизонте экономических тем нет вообще основным риском на ближайшие два года участники форума сочли дезинформацию она 10 лет вперед все главные тревоги сосредоточены вокруг климатических проблем зато про чисто экономические угрозы подумали аналитики из блумберг как раз на этой неделе в дни работы всемирного экономического форума они выпустили свой путеводитель для пессимиста по глобальным экономическим риском 2024 года среди прочего блумберг не исключает ускорение инфляции в сша углубление рецессии в европе замедление экономики китая начало финансового кризиса из-за роста курса японские иены а еще политических и экономических потрясений из-за возвращения трампа в белый дом и усугубление конфликтов на ближнем востоке в украине и на тайване главным позитивом в двадцать четвертом году по версии аналитиков блумберг станет сценарий в котором все эти риски не реализуются но даже в этом случае глобальный экономический рост будет ниже чем в прошлом году на сегодня у меня все это было на личное мнение с денисом елоховским до встречи через неделю а